Добрый вечер! Что год грядущий нам готовит? Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис посетил Березовский регион и встретился с коллективом Березовского сыродельного завода, а также провел прием граждан. Мы привыкли жить в строгом режиме, почти как военнослужащие. Картографы и геодезисты отмечают свой профессиональный праздник. Шифринизм и Нью в областном центре с успехом прошел сольный концерт заслуженного артиста России, замечательного сатирика и юмориста Ефима Шифрина. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На этой неделе глава региона Анатолий Лис в рамках информационно-пропагандистских дней, которые проходят регулярно по всей Беларуси, с рабочим визитом посетил город Березу, где не только ознакомился с работой предприятия Березовский сыродельный комбинат, но и встретился с коллективом, а также провел прием березовчан, у которых накопился ряд вопросов к руководителям вертикали. Рабочая поездка руководителя области Анатолия Лисы в Березовский регион первая в большом списке тех мероприятий, которые предстоит еще сделать. Первая, но удачная, как и само предприятие, на которое прибыл губернатор. Березовский сыродельный комбинат – лидер в Беларуси. По выпуску твердых сыров об этом говорил директор комбината Владимир Попеня, проводя ознакомительную экскурсию. Доля комбината в республиканском объеме производства сыров – 11%. Это второе место в стране. О молоках предприятие перерабатывает более 240 тысяч тонн. Со складом на экспорт уходит порядка 180 видов продукции. В Казахстан и Молдову, Армению, Туркменистан – ну, конечно, основной рынок сбыта Россия. Не страшны предприятию ни молочные и никакие другие войны, поскольку продукция выпускается качественно. Люди, а это без малого 1620 человек, работают на совесть. А чтобы защитить себя и свои интересы, вот в таких, в кавычках, боевых действиях нужно создавать союз белорусских молочников. Нужно создавать в Белоруссии, уже его создавали, союз молочников. Потому что в России есть, и он лоббирует интересы производителей молока в России. И поэтому, а у нас нету такого союза. В целом, тогда была идея такая, создать союз с такой молочников в Белоруссии, потом объединиться в масштабе этого, а затем еще выйти на европейский вместе с российскими, на европейский союз молочников. Вроде понимание сейчас правительства такое, наш министр, конечно, тоже понимает, что лоббируют интересы российские производители молока с помощью союза, общественной организации, союза молочников. Нам тоже нужно. Но союз молочников – дело будущего. А сегодня, после вовремя проведенной модернизации, после присоединения новых сырьевых зон предприятия, даже в экономически сложных современных реалиях, крепко стоит на ногах. Успех – грамотная экономическая политика внедрения новых технологий. Молока поступает больше, чем в прошлом году, но в нашей зоне. И мы с зоной достаточно хорошо работаем, поддерживаем, помогаем. Ну, в общем-то, мы не отгорожены от сырьевой зоны. И она дает, и вот многие реконструкции были, правительство уделало много внимания, фермы построили. И они начали давать отдачу. И отдачу. Даже вот у меня, в Луче, который мы называем Луче, я принимал это хозяйство один Луч, там было 4,5 тонны молока. А сейчас, вот сегодня мы получили, вчера это было 32 тонны. Вот такой рост. Вот такие. И хозяйства тоже, они видят, что в молоке их деньги. Об этом говорил на встрече с трудовым коллективом Березовского сыродельного комбината и руководитель области Анатолий Лис. Чтобы жить хорошо, необходимо зарабатывать деньги. А для этого нужно мыслить по-новому. И руководителям, и работающим на предприятиях. И касается это всех сфер жизни. Обстановка спокойная. Еще раз я говорю, есть трудности, есть проблемы. По некоторым направлениям. Но те предприятия, вот как и ваши, которые стабильно закрепились на рынке, которые выпускают качественную продукцию, по цене недорогую, они сегодня довольно устойчиво себя чувствуют на всех рынках, как на внутреннем, так и на внешнем. Подводя итог года минувшего, Анатолий Лис отметил, что слаженность работы всех подразделений вывела область на достаточно сильные позиции в республике. Но останавливаться на достигнутом никак нельзя. Нужно идти дальше, делать больше и качественнее, искать новые рынки сбыта и новые инвестиции. Неплохие результаты получены в прошлом году от внешнеэкономической деятельности. Область торгует с 125 странами мира. За 14-й год предприятия области поставили на экспорт продукции более чем на 2 миллиарда долларов, получив положительное сальдо в сумме 410 миллионов долларов. Расширилась и география экспортных поставок. Так, экспорт товаров в 2014 году осуществлялся в 76 стран мира. В текущем году предприятиями области открыто 10 новых рынков сбыта. Это такие, как Южная Африка, Албания, Черногория, Босния, Герцеговина, Камерун, Македония, Таиланд, Панама, Ливан, Кипр. Область лидирует в республике по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Отвечая на вопросы тружеников Березовского сыродельного комбината, главными из которых были вопросы строительства нового дома культуры и школы, Анатолий Лиз заверил, что эти проблемы со счетов не сняты. Но на данный период следует завершить все те стройки, которые начаты были ранее. Обстоятельно отвечал руководитель области и на те актуальные вопросы, которые задавали ему жители Березовского края в ходе личного приема. Записавшихся было 9 человек, у каждого своя боль. Некоторые приходили и коллективно. Но отрадно отметить, что некоторые обращались не с личным, а, так сказать, ратуя за всех. Среди таковых был и коренной березовчанин Анатолий Якушек. Речка Ясельда умирает. С болью говорил он корреспондентам в таком же тоне и главе региона. Она течет с времен Мезолита уже 9 тысяч лет, а ее испортили ровно за 40 лет. 40 лет назад она была очень хорошая речка. Вода чистенькая, люди купались там, отдыхали, ловили рыбу. Что будете просить? Просить буду, чтобы как-то ее оздоровили, эту речку. Как-нибудь надо вызывать каких-то специалистов или как, чтобы посмотрели, как ее можно, что сделать. Она находится в очень плохом состоянии. Сильно обмелела, зарастает. Ее спрямили перед строительством рыбхоза. И сейчас рыбхоз туда сбрасывает пруды свои с очень грязной водой. И эти пруды очищают, и все это сбрасывается в речку. Внимательно выслушав претензии Анатолия Якушека оправдание ответственных чиновников, председатель области полкома, знающий не понаслышке об экологических проблемах, заверил, что вопрос будет снят с повестки. Дело это не одного дня, но речке Ясельде жить. Я понимаю, что есть проблемы, но вы должны тоже понимать, что это не просто, что сегодня вот это вот захотелось. Да, сложилось так, где-то что-то не хватало, где-то экология у нас, значит, тоже не совсем, я и говорю, и другие проблемы, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, в целом, мы должны работать на то, чтобы эту реку, одну из самых чистых век нашей республики, что надо сохранить. Круг вопросов, который рассмотрел Анатолий Лис, был обширен. На все он дал обстоятельные ответы, и то, что они будут решены, это уже факт. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Коллегия сотрудников Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области подвела в финишную черту 2014 года. На совещании отмечалось, что, несмотря на широкое применение в минувшем году практики использования мер профилактического и предупредительного характера, без серьезных наказаний все же не обошлось. Общий экономический результат деятельности Комитета за 2014 год – чуть более 400 миллиардов рублей. За год комитетов проведено 52 мониторинга по наиболее важным вопросам социально-экономического развития региона, в ходе которых обследовано более тысячи объектов, подготовлено 319 рекомендаций и предложений. Кроме подведения итога, во время заседания были обозначены приоритетные направления деятельности в 2015 году, в список которых вошли проверки по исполнению республиканского и местного бюджетов, наблюдения за выполнением задания по наращиванию объемов экспорта на новые перспективные рынки, отслеживание уровня конкурентоспособности местной продукции и ее котирование на зарубежном рынке. Кроме того, в спектр контролирующей работы вошло новое актуальное направление. Сотрудникам Комитета предстоит проверить качество, безопасность и сбалансированность продуктов питания, представленных воспитанникам учреждений дошкольного образования. Безусловно, в строительном комплексе предостаточно проблем, мы продолжим контроль. Продолжим контроль за работой жилищно-коммунального хозяйства, потому как показали проверки там предостаточно проблемных вопросов. Ну и если брать сферу торговли, наверное, больше внимания уделим организации детского питания и организации общественного питания как в городах, так и в регионах области. На этой неделе официальным визитом Брещену посетил чрезвычайный полномочный посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки. Программа его рабочей поездки оказалась насыщенной и включала как экономические, так и культурные составляющие. Центральным событием стала встреча дипломата с главой региона Анатолием Лисом. Высокопоставленный дипломат Стефано Бьянки на Брещене впервые, а потому за время визита хотел успеть посетить как можно больше объектов, узнать, чем живет Брещен, получить максимум полезной информации, которую затем планируют передать представителям бизнеса своей страны. По словам посла, заинтересованность итальянской стороны в сотрудничестве с Беларусью в целом и Брестской областью в частности постоянно растет. Тем более, что за примерами успешной работы далеко ходить не нужно. На Брещене в настоящее время уже 87 предприятий функционируют с итальянским капиталом. И это, уверен Стефано Бьянки, еще не предел. В ходе рабочей встречи поднимался вопрос и о развитии итальянского промышленного округа на территории Брестской области. Еще в 2011 году в ходе встречи министров иностранных дел Беларуси и Италии был подписан меморандум о создании данной административной единицы. В этой связи белорусская сторона выполнила все свои обязательства. Мы сегодня говорили с губернатором региона Анатолием Лисом об условиях привлечения итальянских инвесторов в Брестскую область. Это актуально, так как торгово-экономическое развитие между Беларусью и Италией продолжает сохранять положительные тенденции. А итальянская система промышленного развития очень сильно направлена на интернациализацию. В администрации московского района города были награждены предприятия-победители, которые стали лучшими в традиционном соревновании среди трудовых коллективов. За право оказаться в числе лауреатов боролись порядка 20 трудовых коллективов успешных предприятий района. Однако победу удалось завоевать самым лучшим. К числу лидеров относятся предприятия Савушкин, Компа и Перфект. Сегодня московскому району по праву принадлежит статус промышленного. Именно от успеха предприятий, служащих своеобразными столпами экономики не только города, но и области, зависит благосостояние всего Брестского региона. А учитывая достаточно сложные экономические реалии, перед директорским корпусом промышленников Вадим Кравчук поставил четкие задачи, которые, убежден глава, руководители настроены выполнить, при этом сохранив свой потенциал и брендовое имя. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Второй семестр учебного года вступил в свои законные права. Настала самая горячая пора для выпускников школ. Считанные месяцы отделяют их от того дня, когда 11-классники пойдут задавать вступительные экзамены и будут определяться с будущим вузом. Сегодня для абитуриентов открыт большой перечень белорусских учебных заведений, предоставляющих огромный выбор специальностей самого разного профиля. Кроме того, наших абитуриентов рады принять и в вузах страны-соседки России, где им предлагается большой социальный пакет и возможность учиться на бюджетной форме получения высшего образования. О том, какие возможности открываются перед нашими школьниками в российских вузах, а также можно ли поучиться за рубежом, являясь студентом белорусского вуза, вы узнаете из материала Анастасии Назрин-Плотницкой. С каждым днем учащиеся 11-х классов становятся ближе к моменту сдачи выпускных экзаменов и прохождению одного из главных на данный момент образовательных этапов жизни – сдачи централизованного тестирования. Времени осталось действительно немного, а потому сейчас каждая минута дорога, и очень важно разумно ее использовать. Школьники активно готовятся, стремясь как можно больше времени уделять профильным предметам. Не менее сложным является и выбор вуза, в котором будет проходить дальнейшее обучение. И если вы решили, что хотели бы получить знания в учебных заведениях Российской Федерации, то хорошим подспорьем в этом деле станет помощь представителей Россотрудничества. В соответствии с 891-м постановлением правительства Российской Федерации от октября 2013 года существуют квоты для обучения иностранных граждан в Российской Федерации. Ежегодно эта квота составляет 15 тысяч человек. Она распределяется среди многих стран мира. Белоруссия, естественно, входит в это число стран. Планомерный и системный подбор и направление белорусской молодежи в вузы России – одна из приоритетных задач представителей Россотрудничества на территории нашей страны. На выбор талантливой молодежи – высшее учебное заведение самого разного профиля и направленности – медицина, ядерная энергетика, экономика, юриспруденция. Для того, чтобы побороться за свое место под солнцем, достаточно собрать и передать в представительство Россотрудничества необходимый набор документов, в числе которых выписка из учебного заведения об успеваемости, справка о состоянии здоровья. Отбор претендентов проходит в два этапа. Требования к абитуриентам самые серьезные. Но следует учесть, набор уже идет. У нас существует определенная планка. Мы принимаем документы у кандидатов, которые имеют средний балл аттестата, ну вот будущего аттестата, не ниже 8,5 баллов. Большим подспорьем для кандидатов на обучение в российских вузах являются победы и дипломы победителей в областных и республиканских олимпиадах. Большой спектр возможностей для обучения сегодня доступен и студентам белорусских вузов. Для тех, кто не отказался бы пройти курс занятий за рубежом, есть целый перечень программ. Заверили нашу съемочную группу в Брестском государственном университете имени Пушкина. Такие проекты, как Erasmus Mundus, DAD, Tempus уже давно знакомы студентам Пушкинки. Хорошее знание иностранного языка и высокая успеваемость являются своеобразным пропускным билетом для того, чтобы поучиться один или два семестра в престижных вузах мира. Заявок много, но и требования для участия в этой программе достаточно высокие. В первую очередь нужно отметить знание языка, потому что студенты едут обучаться за границу, и знание английского языка – это необходимое требование. Кроме знания языка, нужно их большое желание и их мотивация. Юлия Добышук и Екатерина Квашнина буквально недавно вернулись из образовательного путешествия. Девушки полгода учились в вузах Италии и Испании. Благодаря хорошему знанию английского, а Юлия и Екатерина студентки факультета иностранных языков, препятствий при общении с однокурсниками не ощущалось вообще. Новые полученные знания сегодня активно применяются девушками при подготовке к занятиям. Удивило Юлию и Екатерину многое – история, кухня и традиции и обычаи двух, на первый взгляд, похожих стран. Почерпнуть за семестр удалось многое, в том числе и особое отношение местных студентов к своей системе образования. Подобные проекты – это хорошее подспорье для тех, кто хотел бы быть востребованным в будущем. Уверены девушки. Семестр за границей все-таки дает новые знания, дает новую мотивацию, потому что ты видишь новых людей, и ты можешь взять с них пример. А я для себя сделала вывод, что, поверьте, там было с кого взять пример. Очень полезно посмотреть на, во-первых, на жизнь той страны, в которой ты находишься, сравнить что-то, потому что есть какие-то, конечно же, различия. Также находишь очень много новых друзей, непосредственно не только с этой страны, но и с других стран, потому что программа Erasmus – большая программа, и очень много людей из совершенно разных стран приезжают, так как у нас были такие студенты из Соединенных Штатов, из Испании, из Франции. Стремительное время каждый день открывает перед молодыми людьми новые возможности для самореализации, и очень важно использовать их с умом. Новый день требует новых подходов к работе, к учебе, к жизни. Ведь главное в этом мире не то, где мы стоим, а то, в каком направлении движемся. Сегодня, 21 февраля, белорусские геодезисты и картографы отмечают свой профессиональный праздник. Благодаря их труду человечество получило возможность увидеть мир как на ладони. Первое историческое свидетельство о государственных земельных актах относится к 1398 году. Уже тогда, измеряя и описывая земли, белорусы начали составлять первые карты. С того момента Государственная землюстроительная служба Беларуси пережила множество реорганизаций и реформ. А в 1997 году, после двухсотлетнего перерыва, землюстроительная и картографа геодезическая служба воссоединились. Был создан Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Виктория Дрогобецкая отправилась в проектный институт Брест-Гипрозем и узнала, как проходят будни у представителей этой романтичной профессии. Вот уже четверть века Галина Коломийцева работает над созданием земельно-информационных карт территории Брестской области. Казалось бы, разбираться в замысловатых чертежах, точках и координатах – скорее мужская задача. Однако в отделе под опытом руководством Галины Анатольевны работают лишь представительницы прекрасного пола. Работу свою люблю, говорит начальник отдела, глядя на земельно-кадастровую карту Брещины. В ходе беседы вспоминает, как совсем недавно сравнивала старую копию с новой. Во многих местах появились объекты, поменялись и границы некоторых участков. Сотрудники Брест-Гипрозема первыми фиксировали все изменения. Чувствую пользу, которую приношу людям, завершает свой рассказ Галина Анатольевна. Я свою работу очень люблю и горжусь ей, и горжусь тем, что я выбрала вот эту специальность. Работа очень интересная, увлекательная, чувствуешь вот эту полезность, нужность вот этой работы, поэтому от этого получаешь удовлетворение. Будни геодезистов напоминают военные. Подъем чуть ли не с восходом солнца, служба до позднего вечера. Речь идет о работе в полевых условиях, при определении геодезических данных. Даже главная заповедь в измерительном деле – ошибка в координатах исключена – совпадает с военной. Неспросто создание физических и политических карт, атрибута боевой деятельности – дело рук все тех же геодезистов. Зачастую при съемке границ земельных участков, пока со всеми бабушками в деревне не переговоришь, домой не отпускают, смеется Сергей Сычевский, инженер второй группы. Ловко справляясь с электронным тахиометром, отмечает, что профессия картографа, как психолога, без курьезов не обходится. Как-то в Барановичах снимал, был такой случай, что когда стоял за прибором, подошла женщина и говорит, как вам, мужчина, не стыдно? Я так был опешен просто, что такое случилось? Она говорит, как вам не стыдно снимать детей, которые тут убирают территорию? Я говорю, я не кинооператор, я просто инженер. Диплом со специальностью картографа-геодезиста можно получить в двух вузах страны – в сельскохозяйственной академии в Горках и Полоцком государственном университете. Каждый год их выпускники в составе пяти человек приходят в проект Институт Гипрозем, а вместе с ними и новые идеи, что, безусловно, положительно сказывается на работе предприятия. Спустя 54 года в очередной профессиональный праздник руководству есть о чем сказать. Отмечая преддверие праздника, мы отмечаем его с высокими производственными показателями. Самое большое достояние нашего предприятия – это люди. Поэтому я бы хотел поблагодарить этих людей особенности ветеранов предприятия, которые создавали это предприятие, которые нести свой клад, и оно сегодня такое, как оно есть, как оно работает. Сегодня в системе землеустроительной и картографа-геодезической службы Брещины работает порядка 200 сотрудников. Все они – профессионалы высшего уровня, а сфера их деятельности требует особой подготовки. Учитывая этот факт, сложно поверить, что первые карты, созданные на территории Беларуси, чертили на березовой коре. Однако время внесло свои коррективы, и сегодня функции картографов расширились. В их компетенции – ответственность за оборону и безопасность, инвентаризацию и оценку недвижимости, а также решение общегосударственных вопросов развития экономики. Именно поэтому профессии геодезист и картограф пользуются особой популярностью и востребованы на рынке труда страны. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. К другим темам. О том, что собака – друг человека, известно издревле. Однако, насколько искренними, близкими и трепетными могут быть отношения между хозяином и его питомцем, зависит не только от породы или характера животного, но и от самого человека. Чувствуя заботу, любовь и теплоту, живое существо становится верным товарищем и бесконечно преданным тому, кто его приручил. Примеров глубокой и непрерывной связи между собакой и ее владельцем в истории множество. О ней пишут стихи и снимают кинофильмы. Наблюдать такое поистине удивительное и прекрасное явление можно, конечно, и в наши дни. На днях наша съемочная группа побывала в гостях у женщины, чья жизнь и профессия связаны с четвероногими друзьями. Любовь к собакам ежедневно вдохновляет брещанку на новые открытия. Какие именно, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Брещанка Татьяна Рудик откровенно признается, собаки занимают большую часть ее жизни. Ежедневно в ее доме бывают четвероногие самых разных пород. Все они желанные гости женщины, которые отлично знают подход каждой, умеют рассмотреть в них свои особенности. Вот уже порядка десяти лет Татьяна Рудик, в прошлом имеющая ветеринарную практику, осваивает мастерство груминга, а также участвует в выставках собак. Выставляются и ее личные питомцы, и собаки друзей, которых она дрессирует. Сегодня все ее воспитанники имеют награды на всевозможных конкурсах. В этом, несомненно, большая заслуга талантливой женщины и опытного мастера. Совсем недавно она приехала с очередным победным местом и высокой оценко способностей своего пятимесячного питомца, американского кокер-спаниеля, с республиканского соревнования в городе Береза. Я в плане поездок по выставкам достаточно опытный человек, а вот наша девушка, которая пять месяцев первый раз была на выставке, и у нас в общем-то все получилось. Как бы понравилась экспертиза, были эксперты, была дворинка, которые судили эксперты из России и белорусы. Всех собачек достаточно очень быстро посмотрели. Призовой фонд, как положено в конце выставки, были различные кубки, призы. Мы получили третье место из 12 собачек, Best Baby, это самые маленькие собачки, которые участвуют до пяти месяцев. И вот мы получили кубок и пакетик корма за третье место. Многолетнее и тесное общение с представителями четвероногой братьей, умение ухаживать и заботиться о собаке. И, конечно же, огромная любовь мастера к животным, помогая достигать высоких результатов на конкурсах. Сегодня за плечами Татьяны Рудик, уже большой опыт участия в выставках. Ее воспитанники побывали как на республиканских, так и на международных соревнованиях, неоднократно занимали призовые места. Однако женщина не думает останавливаться на достигнутом, будучи уверенной, что такие конкурсы полезны и для животных, и для хозяев. Я считаю, что нужно пропагандировать это, потому что выставки направлены на то, чтобы люди учились правильно содержать домашних животных, чтобы животные росли правильно, с хорошей психикой, здоровыми. Это исключительно ради того, чтобы, когда мы заводили своего домашнего питомца, мы знали, к чему быть готовым, и чтобы это не было проблемой, это самая главная информация правильно доводить до людей, которые хотят завести щеночка. Ну а, собственно говоря, собаки и вообще любые домашние животные, это же столько положительных эмоций. Общение с собаками помимо удовольствия приносит женщине и вдохновение. Постоянно экспериментируя с образами собак, она каждый раз открывает что-то новое. Недавним ноу-хау стало создание незатейливых рисунков на шерсти собак, а также окрашивание. Современные технологии позволяют наших любимцев делать очень достаточно быстро, красивыми, яркими и необычными. Есть краска для собак, которая не приносит никакого вреда. Питомц маленький нашим, она безымяночная, очень яркая. И можно в любые цвета радуги красить шерстку вот таких красивых собачек. То есть те собачки, которые не ходят на выставки, они живут дома, их можно покрасить в любой цвет. Вот у нас шицу, очень модная девушка. Она у нас покрашена аж в три разных цвета. Последние новинки, получается, направление в окрашивание, это когда мы нашу обычную привычную собачку превращаем в какого-то другого зверя. Собаки всегда чем-то похожи на своих хозяев, убеждена брещанка Татьяна Рудик. Она старается привить своим воспитанникам лучшие качества и привычки, окружать их заботой и теплом. Взамен женщина получает от питомцев радостные эмоции, счастье, вдохновение и огромный заряд энергии. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Характерный юморист, так давно любимый публикой, в преддверии мужского праздника поднял настроение добротными шутками и авторскими песнями брестским любителям сатиры и юмора. Речь идет о прекрасном сольном концерте Ефима Шифрина под кодовым названием «Шифринизм и Нью». Артист с каждым годом все больше удивляет и радует публику своим творчеством. Его спектакли всегда оставались умными, глубокими и добрыми, даже когда повальный обман публики считался делом модным и прибыльным. Шифрин никогда не шел на поводу смутного времени. Как признается артист, его путь – некий синтез театра и хороших, способных пережить время традиций эстрады. Как ни печально, по условиям контракта, видеосъемка в зале во время выступления запрещена, хотя нашей съемочной группе «Шифрин» разрешил подснять совсем чуток. Но от эксклюзивного интервью Ефим Залманович не отказался. Пунктуальность собрана, требующая от себя других порядка и порядочности. А что касаемо зрителя, особенно и неважно, столичная или провинциальная публика будет в зале. Это все о многими любимом и таком популярном артисте эстрады Ефиме Шифрине. Говорят артисты разговорного жанра, сатирики и экранные острословы. В жизни люди не очень-то веселые. К Ефиму Шифрину это точно не относится. Человек – незаурядная энергия, он успевает все. Играть в театре одну премьеру за другой, сниматься в телесериалах и большом кино, давать сольные концерты, писать книги, заниматься бодибилдингом, вести блоки. Много чего еще за что и любим. Буквально всеми, с кем сталкивается в жизни. Темы для моноспектаклей, взятые из повседневной жизни. Меня вообще политика мало занимает как вещь сценическая. Я могу интересоваться ей как частное лицо, вести блок в интернете. Сцену мне никогда не хотелось превращать в трибуну. Никогда. Ну, трибуна и трибуна. Тем более, что зрители меня никогда бы не восприняли как человека, который должен склонять на какую-то сторону свою. Я понимаю, с чем они ко мне приходят. Я просто это ощущаю. Вот сейчас пустой зал. Я понимаю, что они придут ко мне отдохнуть с надеждой и развлечься с надеждой немножко от этой, от всякой жизни. От сытой или не от несытой, от богатой, небогатой, довольной и недовольной. Они придут за другими, хотят посмеяться. И чего это? Там я устрою политинформацию. Лучше о чем-нибудь не дорасскажу, но посмешу их. Вот мне это нравится. Ефим Залманович – один из тех юмористов, кто не навязывает себя зрителю. Как шутит сам Шифрин, раньше лез к зрителям чуть ли не из-за тюга, а сейчас поступают более избирательно. Телевидение заменил театральными подмостками и играет в драматических спектаклях. В его репертуаре монологи, которые давно составили золотой фонд российской эстрады. Особая атмосфера, несмолкаемый смех и интеллигентность – отличительные черты сольных концертов Шифрина. Зритель по достоинству оценивает такие качества. Мне этот артист очень нравится. Мы его всей семьей любим. Его выступления, его юмор, его песни. Песни поет вообще. Я очень довольна этим артистом, всегда с удовольствием его смотрю, всегда рада побыть на его концерте. Помнила давно, что он приезжает и знала о том, что я обязательно посещу этот концерт. За что любите шутки? Вы знаете, вот он, ну его такие шутки и песни еще поет плюс. Но вы знаете, что такого артиста тоже нужно поискать. Поэтому я его очень люблю. Ждем, как всегда, хорошего настроения. На самом деле это прекрасно, что в наш город приезжают такие великолепные артисты. И есть возможность вот увидеть и получить удовольствие. Тонкий юмор. А еще? Ну вообще как-то он умеет поднять настроение. За этим мы пришли. Программа шифринизма Нью отличается неподражаемым юмором. Потрясающими сатирическими монологами и оригинальными вокальными номерами. И удивительное дело, каких бы чудаков не играл на сцене юморист Ефим Шифрин, их образы не приклеиваются к нему самому. Зритель верит его героям, но совершенно точно знает, что сам Шифрин другой. Умный, тонкий, интеллигентный и даже аристократичный. Он заслужил это право быть самим собой. Все надо стараться делать. А вот что специально требует моя профессия, я вот черт его знает, я так много думал над ее секретиками, думал, а в чем же собственно ее такая какая-то отдельная специфическая штука. И отвечаю на этот вопрос всегда одинаково. Я стараюсь априори любить всех, кто ко мне приходит. Вот, то есть я настроен никогда не на битву, а настроен на... Ну, сейчас я говорю так, давайте наводить мосты, а не разводить мосты. Вот этим я занимаюсь с первых минут своего появления на сцене. Мне кажется, такая вот строительная практика наводить мосты и сокращает дорогу к юмору. Вот сокращает. Не надо перелесками туда-сюда. Прямойенько. Прямойенько – это мостиком. Ефим Шифрин уже несколько лет не участвует в юмористических капустниках. Но от этого он, кажется, даже выиграл. Юморист уже на протяжении десятков лет гастролирует и при этом неизменно собирает полные залы. Его ждут, его любят, ему верят. Жду встречи с любимым артистом. А настроение, ну, можно сказать, весеннее. А любимый артист, почему, за что вы его любите? Ну, неприевшийся, во-первых, репертуар. Во-вторых, нужно отдать должное, что это артист еще старой закваски, который, можно сказать, когда выступает, выкладывается полностью, что всегда приятно. Он очень талантливый. Во-вторых, мне нравится, что юмор у него, скажем так, выше пояса, как правило. И, во-вторых, он не сбивается, как некоторые его коллеги, например, так как Владимир Винокур, на тещину тему. Я считаю, что когда уже сбивается на тещину, то это уже деградация. Вот Шифрин себе, по-моему, такого не позволяет. В следующем году Ефима Шифрина юбилей. Вероятно, он отметит его в Беларуси гастрольным туром по городам, среди которых будет и Брест. Я долго не сопротивлялся. Мне эта идея близка и нравится, потому что в этой земле мои корни. Отсюда пошли по свету все мои родственники, все Шифрины отправились в большое путешествие по миру из Беларуси. И чего бы, отдавая дань этой земле, не отпраздновать здесь свой юбилей. Кто нам мешает? Сябры. Никто. Никто. Мы вас будем, видимо, шакать. Дякую. Поэтому, расставаясь с любимым артистом, мы не говорим ему прощай, а лишь до свидания. А уже совсем скоро берестейских женщин поздравят с весенним праздником песняры. Следующий подарок мой для брещан 2 марта в преддверии Международного женского дня государственный ансамбль песняры. Так что, милые женщины, приглашаем вас с ансамблем песняры 2 марта в 18.30 общественно-культурный центр на большую концертную программу. Лариса Осмолович, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БукТВ.бай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БукТВ.бай. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Теплая и влажная воздушная масса, поступающая на территорию Беларуси с юго-запада Европы, будет определять погоду в Брестской области в воскресенье. День порадует солнечной погодой и теплом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах нуля плюс семи градусов. К комфортности к праздничному дню прибавит и южноумеренный ветер. Атмосферное давление будет слабо падать. На следующей неделе территория страны окажется под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с юго-запада Европы. Они принесут с собой в Беларусь кратковременные осадки, но вот праздничный день для мужчин Брещины будет и солнечным, и безветренным. Лишь ночью и утром в отдельных районах туман гололед гололедится на дорогах. Температура ночью 0,2, до 7 градусов прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова